Вот такой вопрос, Алена Е. Петрович, напишите ваше мнение, можно ли надевать на ребенка лет 11 вещи покойного человека, бабушки, обувь. Если из понятия, что пройдешь его путь, не хотелось бы, мне уже скоро 40 лет, а из памяти не уходит, наряжали зачем-то родители. Если это делать было нельзя, можно дать мне совет. Ну смотрите, вот я вспоминаю, исследовали костюм Чехова, он болел туберкулезом. Чем они его просветили, я уже не знаю, но вот как раз остались отпечатки вот этой болезненности на ткани. То есть, если человек использует вещи другого человека, умершего, тем более умершего от болезни, то вот эта информация, естественно, болезнетворная информация, она остается вообще на любом предмете, с которым сталкивается человек. А тем более на одежде, одни из сильнейших, будем говорить, видов порчи, это порча на нижнее белье. У женщин лифчики, трусики, у мужчин на трусы, ну и естественно на рубашку, ремень, брюки, пиджак. Ну это так, но сначала, как я вам перечислил. Поэтому желательно не носить одежды больного человека. Просто нежелательно. Можно там, конечно, ну скажем там, в святой воде там его постирать, можно там еще там что-то сделать, еще там что-то, еще что-то сделать. Но лучше, лучше не рисковать, насколько эта там энергетика, она довольно-таки мощно впечатывается в структуры, и одев эту одежду здоровый человек, он вступает в биоэнергоинформационный резонанс с тем, что он одел. То есть вот я очки одел, я вступил, значит, со стеклами, с этим, если это мое, это мое. Если тут вот эти вот вещи мои, значит, это мои, да, я уже как-то их облучил. А если это чужое, вот-вот-вот иногда берешь, оно вот-вот чувствуется. Поэтому не рискуйте, ничего не одевайте, и незнакомое не берите. Целее будете. Благодарю за просмотр. Доброго здоровья и до новых встреч!